Слушайте внимательно, эта шлопа, которую сейчас рассказали преданные, очень важная. Кто эту шлопу произнес? Не разговаривайте, слушайте. Решабха Дева сказал эту шлопу, давая наставления своим сыновьям. Он произнес, о сыновья, я дал вам рождение. Для чего Господь даровал эту жизнь? То есть я вам дал рождение, но в чем назначение этой жизни? Только одна цель, одна лакшья – достичь Господа. Потому что есть 8 миллионов 400 видов тысяч жизней, и среди них только обретя тело человека, можно совершать баджан, поклоняться Господу. Никто другой не в состоянии поклоняться Всевышнему. И я, как отец ваш, поэтому должен исполнить свой долг перед вами, дать наставления вам. Обычно родители что думают? Что детей нужно просто выучить, поднять на ноги, чтобы они хорошо трудоустроились, купили хорошую квартиру, дом, замечательная невестка у них появилась, потом чудесные дети, то есть внучата для бабушки, для дедушки. И все, обязанности родителей на этом закончены. Таково обычное понимание. Однако Ришавхадева так не считает. Он говорит, не буду я отцом, если я своих детей не научу духовному. Если я не объясню им, для чего Господь даровал тело человека. Не для наслаждений. Мирские радости можно обрести в любой форме жизни. Посмотрите на животных, птиц. Они что, не едят, не спят, не воспроизводят себе подобных. Посмотрите на поросят, например. По 12 детишек могут родить. Мы сколько усилий прикладываем, чтобы прокормить себя. Сначала учимся, получаем начальное образование, среднее, высшее, потом работаем. Посмотрите на поросят. Они просто беззаботно бегают и легко находят в себе пропитание. И мучиться не нужно для этого. А у нас сколько трудностей. Нам нужно, чтобы было электричество, работали кулеры, кондиционеры. И тогда мы сможем заснуть спокойно. А иначе нет. Если в нашей комнате кондиционер не работает, мы будем переживать, страдать. То есть столько у нас трудностей просто, чтобы заснуть. А поросята, собаки, другие животные просто без хлопот бегают к себе, потом спокойно спят и без кондиционера. Поэтому Решепхадев и объяснял своим сыновьям, что тело человека, жизнь в форме тела человека предназначена не для наслаждения, а для чего? Чтобы совершать баджан, поклоняться Господу. И поэтому Решепхадев, будучи отцом, исполнял свой родительский долг. Объяснял родителям, объяснял детям науку о духовном. Он говорил им, «Питана сосьят». Отец не может считаться отцом. Если что, намочает я самопетам ритте. Если он не может освободить детей из круговорота рождения и смерти. Ведь мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Так проходит каждая наша жизнь. Приходим в этот мир, уходим, приходим, уходим отсюда. Но мукты, освобождение, путь к тому, как достичь Господа, можно обрести далеко не в каждой жизни. Не в каждой жизни можно вступить на путь духовности. Поэтому настоящий отец должен не просто породить детей. Он должен, еще будучи человеком, указать им путь духовности. Поэтому Питана сосьят. Отец не может считаться родителем, если он не указывает детям путь поклонения Господу. Если он занимается просто тем, что помогает детям встать на ноги, выучиться и трудоустроиться. Нет, это не отец. Если он забывает о том, что его долг – помочь детям начать поклоняться Господу. Такой родитель не является отцом. Просто родить ребенка – это еще не стать родителем в настоящем смысле слова. Животные ведь тоже рожают детей. И что? Человек отличается от животного. Джананина сосьят. Мать тоже не может считаться подлинной матерью, если она не помогает своим детям вступить на путь духовности. Гурур Насасьят. Духовный наставник тоже не является подлинным гуру, если он не помогает встать на путь духовности. Есть такие гуру, так называемые, которые принимают учеников, шиши для чего? Не для того, чтобы помочь им совершать бажан, поклоняться Господу. Только для своей выгоды. Они думают, так, прямой у учеников раз в год гуру Пурнима будет, мне надо какое-то подаяние, как духовному наставнику. То есть они принимают учеников ради своей выгоды, своего погощения. Не для того, чтобы помочь. Однако подлинный гуру что должен делать? Гурур Анда Карам Твам Ру Гор Тасьяни Радака. Гуру — это тот, кто учит, а ученик-то — это тот, кто терпит наказание. Тот, кто следует, упадаешь наставлением духовного учителя. Если кто-то не принимает наказание духовного учителя, не слушается, то он не ученик. Просто поучить манквичу не значит стать учеником. Ученик следует словам Гуру Дева, идет путем, указанным Гуру Девом. А гуру — тогда подлинный наставник, когда он учит Парамархи, высшие цели человеческой жизни, то есть Бхакти, любовному предному служению Господу, Бхаджану. Они просто спят, ест и забывают вообще о Бхаджане. Нет, это не гуру. Итак, отец — не отец, гуру — не гуру. Если они не учат духовности. Друва Махарадж, например, когда уже был готов отправиться на Вайконху, вишнадуты прилетели за ним и попросили его взойти на колесницу, отправиться к Господу, которую Господь послал за ним. Друва Махарадж спросил, а где моя матушка? Почему ты спрашиваешь о матери? Друва сказал, но ведь я сейчас совершаю Бхатжан только благодаря своей матушке. Ведь я хотел изначально что? Взобраться на колени к своему отцу. Вторая жена моего отца, то есть моя мачеха, не позволила мне этого. И моя мать объяснила мне, что нужно стремиться взобраться на колени не к материальному отцу, а к истинному отцу. Потому что отношения в материальном мире временные. И сколько любви есть у материальных, у обычных родителей, гораздо больше любви у нашего истинного отца, у Господа. Поэтому нужно постараться взобраться на колени к Господу, то есть установить с Ним отношения. И поскольку моя матушка дала мне такие наставления, я и стал совершать духовную практику. Сейчас достиг того, что я имею. Поэтому я и оглядываюсь, где же моя мама? И вот это настоящая мать, которая указывает детям путь к Бхакти, к поклонению Господу. Поэтому Вишнадуты ответили, твоя матушка удачливо дав тебе такие наставления. Ее родительство, ее материнство увенчалось успехом, ведь у нее такой ребенок, как ты. Поэтому посмотри вперед, посмотри, вот колесница, на которой твоя матушка уже возносится на Вайкунху. Ты пойдешь вслед за ней. Не она вперед и мать за тобой, а наоборот, она пойдет вперед тебя в духовный мир. Потому что она дала тебе такие прекрасные наставления, совершая духовную практику. Отец тоже, это пример, когда мать является настоящей матерью. Следующий пример. Отец не является отцом, когда он не учит духовности. Когда Прохлада Махарадж увидел Нарисим Хадева, Господь попросил, скажи, чего ты хочешь, Прохлад? Какое благословение? Прохлада попросил, пожалуйста, освободи моего отца. Господь ответил, Трисаптахи, Питапута. Уже 21 твое поколение, Трисаптахи, трижды семь, 21 поколение получил освобождение. Не только отец твой, но и твоя бабушка по материнской линии, бабушка по отцовской линии. Все твои родственники в 21 поколении получили освобождение. А в Бакте Грандха Мали говорится, что 108 поколений получают освобождение, когда мы совершаем духовную практику. А что происходит, когда кто-то принимает саньясу, отключенную кладу жизни? Три коти Кулеря Хоя Шива Якунхавас, говорится в читании Бхагавати. 30 миллионов поколений, три коти, то есть три по коти, три по 10 миллионов, 30 миллионов родственников достигают духовной обители, если человек принимает саньясу. И вот это подлинный долг родителей, помочь детям вступить на путь духовности, а не просто учить их мирским знаниям. Нужно также учить Парамархи, высшему знанию. Заведите дома за правила. Пока дети не почитают святое имя на отчетках, они не должны кушать. Сначала баджин, духовная практика, потом боджин, потом уже пища. Некоторые говорят, дети не слушаются. Но нужно их, значит, заставлять. Например, в школу вы как детей ведете? Они обычно спят в 6 часов, приходится вам их будить силой, собирать в школу, одевать, собирать для них завтрак, обед и везти за ручку в школу. Делайте, делайте. И скажите, где дети учатся плохому? Не дома ведь? В школе? За пределами дома. Где они учатся курить, пить, совершать другие дурные деяния? Не дома же, конечно. Дома вы же их не учите пить и курить? Вы даете им хорошее наставление. Однако где они этому учатся? За пределами дома. Потом говорят вам, «Эй, да что ты вообще знаешь, мама, папа? Я уже столько выучил. Не надо мне указывать, чем мне заниматься». То есть вы силой детей своих ведете туда, где они учатся плохому. А хорошие самскары вы им помогаете обрести. Вы думаете только о том, как бы ребенка выучить, как бы у него ученая степень появилась. Например, он стал доктором, было бы замечательно. Поэтому нужно, чтобы действительно благодоровать детям. Также прикладывать усилия, силой заставлять их учиться. Изучать Ромайну. Говорить, пока не повторишь хотя бы немного хринама на четках, не получишь пищи. Сначала баджин – духовная практика, потом боджин, потом пища. В романе, что говорится? Рамачандра, когда просыпался, первым делом касался стоп своих родителей. Почему? Потому что было хорошее образование. Поэтому гуру Кула, духовная школа, отец, мать, гуру, друзья, не являются таковыми, если они не помогают нам на нашем пути духовности. Сколько сейчас людей уже оставили тело за время коронавируса? Лишь тот, кто помогает нам вырваться из этого круговорота рождения и смерти, то есть перестать рождаться и умирать, являются нашими подлинными друзьями, подлинными родственниками. Сейсе парамабанху сепи тамата, Шри Кришна чарна джей према бхакти дата. Только тот, кто помогает обрести нам Шри Кришна чарна према бхакти дата, лишь тот, кто помогает обрести любовь к отрасным стопам Господа, действительно является отцом, матерью и другом. А иначе эти отношения не являются истинными. Нет у этого ни духовного аспекта, ни отношения это подлинные. Посмотрите, насколько важная шлока. Постарайтесь, пожалуйста, ее запомнить. Нужно прикладывать усилия, чтобы изучать шлоки. Кроме того, повторять их, чтобы они не забывались. Во времен давний параметшный пребывок, как ребят учат? Если они не отвечают ему, не помнят шлоки, то он их и не кормит. Поэтому старайтесь учить стихи. И не думайте, ой, я уже и так много знаю. Нет, учите шлоки, повторяйте их, чтобы не забывалось. Вторую шлоку завтра уже обсудим. Кто у нас будет говорить сейчас? А из ребят? Из детишек кто? А кто из девочек? Кто будет говорить? Что тут есть? Продолжение следует...